приветствую вас давайте разберем ваш вопрос он касается интимной жизни а именно что у автора вопроса проблемы с мужем который очень сильно получается закрепощен ну очень сильно закрепощен да не верим в себя значит пассивен получается получается вот и собственно отрубаться очень тяжело по этой причине как бы находиться с ним имеется ввиду с мужем вот и спрашивает нас она о том как раскрепостить мужем как выводить его на собственно на разговор на разговор об интимной жизни как его выводить на эти разговоры и как его раскрепостить при условии значит что сам человек получается на контакт не идет а значит смотрите что здесь можно сказать самое главное самое самое главное что можно сказать то то есть что у меня сложилось такое впечатление что вы как относились к мужу изначально ну вот как к ребенку да вы к нему так и относитесь на мой взгляд по крайней мере как вы воспринимали своего мужа вот ну тем кто не жива в качестве того кто не жива так вот вы его и воспринимаете ну на мой взгляд по крайней мере как вы знаете лучше чем он вот как действовать вы знаете и так далее и так далее психолог просили его подходить и так далее вот вы им пишите что я вот начал отношение с мужем сразу решил быть взрослой и серьезной с таким хорошим мальчиком вот он для вас так и останется хороший мальчиком а не мужчиной Ну вот, а взрослые серьёзные, это вот как раз про родители, ну вот в данном случае, вот, то есть вот то, что вы решили, значит, то, что вы решили быть взрослым, взрослым, и это ваша, наверное, самая главная ошибка, вот, вот, так, такая история в данном случае, это первое. Дальше, вот вы безчернялась, я точно хочу в него замуж, но служить, да, вот, интересно, откуда здесь у вас, эм, ну, такая вот идея есть, эм, такая нацеленность, да, на замужество, ну вот. Это как-то связано с вашей стратегией жизни или как, или что. То есть в этой фразе, которую вы, вот, пишете, что знала точно, что хочу за него замуж на всю жизнь, да, вот эта вот история, она уже про некоторую установку, потому что, ну, вы не можете знать, выйдете вы за него замуж на всю ли вы жизнь это сделаете или нет. Вы пишете, что держали его во фразе, это тоже очень похоже на план, да, как бы. Вот, я в него просто в один момент влюбилась, как мужчина. Ну, вот, в один момент, вы пишете, влюбились, эээ, на мой взгляд, эээ, вы, эээ, вероятно, действительно, эээ, образ такого идеального мужчины, Но только этот образ отключает определенные изъяны, определенные нюансы. Ужантимная сфера, в сферах сразу не очень лазовался, я это не уключил, словаться не умел, но думал, не беда, научится. Опять же, кто-то научится, кто-то хочет учиться. Кто-то хочет учиться, а кто-то нет. Понимаете, да? Какая штука. То есть вы как-то вот ожидаете от человека, что он будет меняться. Дальше идем. Значит, вот вы и пишите. Начало просто два года хотела, потому что была влюблена. Потом, то есть иногда как-то налаживалось, что было ничего так. Хотя времени немножко чего-то не хватало открытия раскрепощенности. Ну вот, понимаете, стука в том, что вы рассматривали такой вариант, что ваш мужчина, он вот, ну, всегда таким, как бы, ну, путь будет. Вот. И вы все время, как бы, ждали того, что он, ну, грубо говоря, изменится. Вот. Все время. Ну, такое ощущение, по крайней мере, у меня. То есть, изначально мне чего-то не хватает, да, но я тебя вот сейчас как научу, да, ты научишься и все будет хорошо. Вот. Ну, это вот позиция, такая вот руководящая позиция, такая вот, я бы сказал, ну, доминирующая, да, в какой-то степени. Вот. Хотя, может быть, вы и мне как-то делаете, но суть по тому, что вы описываете мужчина, он такой, достаточно получается, ну, чувствительный. Вот. Достаточно чувствительный к, вот, такого рода давлению, скажем так. Дальше. Муж не анициировал обсуждение инфекции, я делал попытки, но он не решил на гандар. Да? Ну, такой человек. В общем, в итоге, как-то случилось, то все стало для меня неинтересно, стало думать, что люди вообще находят, да, то есть пришли, как бы, в защиту. Вот. Я фригидный, это бесполезная отврата времени, ну, так как, будешь не в защиту, чтобы сохранить свой идеал, как раз-таки здесь. Стало редко, раз в три года, но все же не я, уверенно, ни на кого не хотели менять друг-друг. Ну, вот, здесь чувствуется, что вы, как бы, пришаетесь за двоих. Да? Вот. Вы не можете знать, что с другим человеком происходит. Вот. Четыре года назад сделала дочь, я выдохнула, подумала, наконец, можно жить без секса. А вот, смотрите, вот, вы описываете, значит, что с мужем начали встречаться в 17 лет, решили, что точно ходить за неволгаемость на всю жизнь. Вот. А общего-то, между, между вами, что, ну, там, вот, что вас объединяет. Вот это мне интересно. Ага, вот. Ам, то есть, что мне думать общего, как бы. Помимо того, что вы... Ну, помимо того, что вы решили, значит, с ним быть вместе, если помимо этого у вас нет ничего общего, то какое значение дочь имеет, по поводу чего вы общаетесь, как проводить время и так далее А вот, то есть этого всего как будто бы здесь нет, в данном случае. И отсюда вытекает как бы вопрос, да, как вы чувствуете себя вообще не вы? Как чувствует себя муж в общении с вами? Насколько вы раскрываетесь друг другом и так далее Вот эти вещи нужно рассматривать. Дал еще, да, потому что его зажаток может быть следствием определенных комплексов, а может быть и следствием выбора, который он сделал. Ну сам сделал. Вот. Значит, ну, родив, взял декрет, отдохнув, выровняв гормоны, мне снова всего захотелось. Мужи еще нет. Понимая его, я была просто как в древнем порог. В эти три года я приставила, пыталась вывести разговор, обрагнулась в работе, карьера в рост пошла, просто от шмока лоб и отворачивался. Ну, не знаю, насколько вы мне поверите, но дело здесь далеко не только в сильной составляющей. Вот. Дело здесь в целом вашем, ну, вашем взаимодействии, так, так скажем. Интимная составляющая, это только часть. И, конечно, она является, ну, своего рода, производной от личностных взаимоотношений. Поэтому нужно в данном случае смотреть вот сюда. А 8 месяцев назад предложила разъехаться для обостричных чувств. Убрал бутылку, ходил только на свидание, но мы с ней последовало правилам игры. Ну, никогда, никогда не помогает расплавание на какое-то время, потому что те проблемы, которые между людьми есть, вот, они не решают. То есть, расставание, ну, расставание не решает проблемы, которые между людьми есть, вот. Поэтому я думаю, что и ваше предложение было вот, к сожалению, несколько, ну, таки, таки. Деструктивным, да? То есть, ничего не решаешь в этом смысле. Да, этим много кто пользуется, этим часто пользуются. Вот, ну, нужно понимать, что это не решает проблем вообще никаких, ну, от слова совсем. Вот. Дальше. Идем. Значит, в феврале я сказал, что только человека любят как женщину, нет. Ну, значит, точно не изменяю. Кольца не сняла, родственник мне друзьям озвучивать отказаться, официально разводиться тоже. Заботлив так же, дает на самое лучшее, приезжает обновляет много средоотвратов, с этим не запросил, садится его к психологу, перед расставанием упрашивал и предлагал парню тренденции для сближения. Я думаю, что он действительно может любить вас как человека. Ну, на самом деле, может вас любить как человек. Ну, вот, действительно, как с женщиной, да, ему с вами может быть тяжело. Вот. Потому что, например, вы можете просто не отвечать его, допустим, темпераменту, вы можете не отвечать его как-нибудь собственным, ну, паттернам, представлениям и желаниям. Вот. Поэтому, тут все довольно неоднозначно, как мне кажется. Вот, нужно смотреть. Дальше. Ну, вот, то, что вы просили восходить к психологу, да, предлагал парные танцы. Ну, это вот. Это вот. Ага. Очень такая материнская позиция. Вот. Ну, шесть. Я завелась до любовника. Поняла, что точно нормально. Я раскрепощенная женщина. По два месяца назад сказала, что меня привез в мужчину. Я решила, что все, но надо, наверное, стать к психологу. Вернуться хочет. Но, якобы, блок и страх, что все будет так же. Дело в том, что блок и страх у него исчалом недоверия вам. То есть, как бы, секс-секс в данном случае воспринимается скорее как обязанность. Вот. Нежели чем как желание. Вот. Ну, и для многих пар, для некоторых пар, действительно, любовник или любовница является выходом в промышленности. Ну, если у людей вот такой, такая разница в темпераментах, да, например. То есть, если это просто вот в силу темперамента, например, а не в силу каких-то проблем. Если человек, например, ну, допустим, вот он меняется, да, меняется, а человек чувствует как бы, что, ну, не становится, скажем так. Так. Я свободен. Вот. В этом случае, ну, действительно, имеет, на мой взгляд, смысл рассмотреть вероятность, действительно, любовников. Ну, по крайней мере, для вас. По крайней мере. По крайней мере. Ну, в данном случае, я не знаю, сколько вам лет. А, да, я не знаю, сколько лет, ну, мужчине, ну, там, на зависимости от возраста, конечно, появляются свои определенные, определенные ограничения. Ну, ну, ограничения, вот, для очень человека в контексте изменений. И меня становится сложно для человека, потому как бы, вот, нелегко мне становится это делать. Вот. Вот. Поэтому, тут вот тоже есть, эм, такие, такие вот нюансы. Ну, очень бы, конечно, хотелось бы, чтобы вы получили, вот, потому что, я повторюсь, что, возможно, ваш муж, он и не хочет, как бы, ну, меняться. Вот. То есть, ну, я не уверен, что его, прям, вот, все устраивает, да? Так, конечно. Ну, тем не менее. Дальше. Мечный поход не дал результат, потому что обсуждал там, не знаю, но точно не секс. А то, как и у нас, различные отношения были. Я, конечно, была баба истеричкой, в скобочках, в скобочках, вот, непонятно, да? Во-первых, заметить это точно не решает. Это первое. Ну, то есть, никак, заметить это, никак, 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 никак не решит эту, скажем так, проблему. Во-вторых, интимные отношения, на мой взгляд, логично, как я уже сказал, вытекают из личностных. Вот. Поэтому, да, нужно уделять внимание, вот, вашим личностным отношениям. Это правда. Чтобы, чтобы постараться увидеть, где, как бы, болевые точки, скажем так, находятся. Вот. Поэтому, ну, на мой взгляд, вы торопитесь. Опять же, вы, как бы, ну, как будто, вот, ждете результата. Вот. То есть, важно понимать, что психотерапия – это процесс, не результат, ну, в этом смысле. Вот именно процесс. Вот. Если вы, ну, будете, скажем так, центрироваться на результате, вот, то я боюсь, что ничего хорошего из этого не получится. Ну, для, ну, вот, для, по крайней, по крайней мере. Вот. Вот. Поэтому, тут вот тоже такой момент. Ну, и следует помнить, что результат, в первую очередь, интересует кого? А результат, в первую очередь, интересует человека с родительской организацией. Вот. То есть, человек, вот, который, вот, как бы, ждет достижение какой-то цели. Вот. То есть, на личность человека, да, внимание, так вот, так вот, не обращают. Дальше. Вы пишите. Ну, что же стало по душе мне общение, понимаем, что хотел бы вернуться. Ну, с твоей стороны, главная проблема в виде племства, что не было у нас постели. Ну, отсюда нервность моя. Да. Да нет. Понимаете, не проблема это. То есть, если у человека потребность в сексе меньше, чем у другого, да, вот, то это всегда можно компенсировать. То есть, это всегда можно что-то сделать. То есть, всегда можно как-то, ну, подкорректировать, там, себя, да, подкорректировать свое поведение, там, и так далее. Вот. То есть, ну, потребности у всех разные. Это, ну, это правда. Вот. Поэтому, не в этом дело. Я бы сказал, что дело именно вот в том, как ваш муж воспринимает вас, выявил. Вот. Я бы сказал, что дело в этом. Ну, на мой взгляд, по крайней мере. Дальше. Значит, в последние годы, буквально, как птица в клетке, если почувствовала, не было выхода эмоций. Но мой взгляд, почему не было выхода эмоций. А мне нужен другой, он у меня лучший, несмотря ни на что. На мой взгляд, здесь история такая, что вот то, что вы вот говорите, да, что он у меня лучший. Вот. Вот. Обратите внимание, вот вы говорите, что он у меня лучший. Вот это вот родительская позиция. Вот. Это очень сильная родительская позиция. Потому что он не у вас. И он, конечно, может быть и лучший. Может быть и лучший. Но, штука в том, что вы, вероятно, ведете себя с ним так, как бы, что он просто обязан быть лучше. То есть, вот, всегда у него получается такое давление. Вот. И ощущение, что вы не понимаете его, ну, недостатки, слабые стороны и так далее. Вот. А рассуждается вы, как мама в данном случае, к сожалению. Вот. Он у меня самый лучший. Ну, так, водители право советовать их говорят. Дальше. Вывожу вы сейчас на разговоры о сексе, чтобы обсудить детали до событий. Он не хочет, говорит, когда решит вернуться. Точно переспим и все обсудим. Можно его выдавить. Ну, мне кажется, это неверно, но, наоборот, служил бы подготовкой. И, по факту, за него знакомиться будем. И, мне кажется, это его зажатость. Опять его зажатость такая. Ну, вы снова здесь больше про свою тревогу говорите. Вот. Снова вы больше говорите здесь про свои страхи. Вот. То есть, почему-то вы, верно-неверно, определяете для двоих, самых самых. Вот это, наверное, вызывает больше всего вопросов. Да? Дальше. Как избавить мужа от зажатости, как выводить на разговоры о сексе, ведь бездолго ничего не выйдет. То есть, вы хотите, чтобы мы, по вашему описанию, дали вам совет. Вот. Как его выводить? Так получается. Но, если так, то это не работает. Так. Таким образом. Вот. Могу вам заверить. Так это не работает. Вот. А избавить никак. Это может сделать только ваш муж сам. Как раз таки с психологом. И не заметит, к сожалению. Вот. Ну. За большее количество времени. Это первое. А второе. Вам нужно самой. Проработать над собой. Вот. И выстроить отношения в более. равноправный парадигминг. Вот. Это то, что я вижу. На этом все. Буду благодарен за обратную связь. Помощь моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. И удачи. Обращайтесь.